Первые 20 минут первого тайма команды шли на равных, но в итоге спортсменов футбольного клуба «Спартак» захватили инициативу и забили в ворота с Равчан сразу три гола. Отыграться в первом отрезке нашим спортсменам не удалось. На перерыв команды отправились со счетом 0-3. Не хватает скорости и самодачи. Ну как-то они играют вяло, ну просто непонятно. Не хватает слаженной игры в атаке, я думаю. И, наверное, немножко везения не хватает. Вот было пару хороших ударов, но уже близко. Я думаю, во втором тайме обязательно будет гол. Игроки в красной форме играют получше, чем наши. Я жду во втором тайме хотя бы один гол, ну а лучше три. Свой первый мяч спортсмены футбольного клуба «Саров» смогли забить только в середине второго тайма. Но спустя несколько минут соперник вновь атаковал наши ворота и забил еще два гола. Итог матча 1-5. Откровенно говоря, такого настроя я давно не видел. Без зубы, без ответственной игры. Мы, в принципе, хотели сегодня Богородскую дать Богу. Но видите, проблема с составом. Вот я не знаю, если мы соберемся все вместе, то я думаю, что мы должны исправить ситуацию. Ну, по крайней мере, вот эти последние игры, процентов, наверное, 60 мы должны выиграть. Команда из Богородска – лидер чемпионата области прошлого года. Сегодня «Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы. Но бороться за призовое место они намерены всерьез. Сегодня их главная задача – догнать лидеров чемпионата «Арзамасский шахтер». В каждом матче, как сегодня, начать с победы, выигрывать. А дальше уже есть, наверное, команды, которые могут сделать осечки, лидеры, ну и догнать. А там уже, как говорится, в конце будем считать очки. Следующий матч футбольный клуб «Саров» проведет дома 8 сентября. На своем поле спортсмены примут футбольный клуб «Уран» из Дзержинска. Начало игры в 15.00. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.